все нам приятного аппетита мы же в ярымчи карпатский чай богач вареники с брынзой и гребна юшечка я римча встретила нас очень холодная погода 7 градусов тепла и дождь иногда покапывает но виды потрясающие идем в сторону речки пруд вот она уже шумит мы услышим ярымчи такое маленькое поселение 8000 человек здесь живет все друг друга знают но здесь конечно воздух обалденный река сумит река очень красиво здесь так атмосферно скажем так а вот это знаменитая скалат здесь даже рядом улица называется пицкальная то есть улица под скалой и очень-очень много тысяч лет то есть она вот такая сама по себе от природы красивая необычная и вот так выглядит наш коттедж в котором мы остановились сегодня на ночь у подножия вот такой скалы здесь тихий райончик так спокойно да хорошо загорожено тут все так красиво кованые лавочки вход красивый такой и тут буквально сколько но меньше километра до центра пешком можно пройти и вот такие номера тут по-моему даже завтрак включен надо будет спросить наш номер гостиница в ярынче заходим смотрим все в дереве туалет ванная и вот такой номерок две кровати и вот там туман на горе и вот он вид с нашего окна красивые дома туман так красиво лежит на горе яблочки 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 и вот тут мы у подножия горы нашли мы вот такую тропинку которая спускается к реке пруд и тут такие беседки обалдеть какая красота спускайся посмотришь как красиво и кошечка с нами обалденный вид просто шикарный а вот еще один домик обалдеть как красиво уже воздух какой а это домик для съема как отель красота такой интересный отель конечно здесь вот на такой открытой площадке вечерком зажигают костер и все садятся общаются виды конечно потрясающие культуры будинок культуры а там же сцена видимо для народных гулянь и венки висят и вот он здесь мост и туда мы идем рынок местный туристический там тоже всякие сувениры свечки тарелочки продаются боже вот этот теплющие вышиванки жилеты мы пришли посмотреть местный знаменитый сувенирный рынок яремчик где можно приобрести сувенир на память о карпатах здесь можно также приобрести изделия ручной работы из овечьей шерсти жилеты меховые традиционные вышиванки коврики ручной работы в общем есть на что посмотреть и где потратить деньги а я не помню там ходим по местному рынку ищем смотрим грибы вино сумочки тисненые кожаные жилеты вкусняшки пуховые платки гуцульский базар это одно из обязательных к посещению мест в городе яремчи где можно купить себе что-то на память и заодно посмотреть на местных традиционных продавцов и их товар этот рынок очень колоритный здесь можно приобрести гончарные уникальные изделия которые называют еще гуцульской керамикой большинство из того что мы видим на прилавках это все ручная работа а еще используют натуральные материалы шкуры и шерсти животных вышитые рубашки платья и полотенца все с гуцульскими геометрическими орнаментами за которыми стоит вековая история традиции которая тщательно сохраняется для потомков гуцульская вышиванка тоже со своей богатой историей и своеобразными узорами и с каждым годом вышиванка набирает популярность и актуальность в нашем современном мире также можно приобрести и натуральные продукты такие как сушеные грибы и травяные чаи и местный карпатский мед различные целебные настойки наливочки и много других вкусняшек но надо быть очень внимательным при покупке этих всех натуральных в кавычках продуктов так как очень много подделок которые рассчитаны исключительно на быструю покупку ну и цены здесь конечно рассчитаны исключительно на туристов все достаточно дорого и поэтому здесь абсолютно уместно торговаться с продавцами хотя они очень неохотно делают скидку это все пледы до красивый такой свой цельскими орнаментами в сердце ручная работа кожухи тут убитых животных красиво как грибочки грибочки варенье с шишек молодых с инжиром а это парень и на хвойный мед зеленый лисички ассорти белый гриб какие интересные цветы на клумбе это как капуста обалдеть я таких и никогда не видела да не правда как капуста да купили мы я маме купила сувенирчик скорпат открываем это вот так вот смотри и вот так вешается на стену да с колокольчиками красиво они все это ручная работа и все разные рисунки их нет одинаковых но колокольчики можно снять она наоборот интересные за колокольчиком до красивую подписано 2015 год и она как-то имя говорила но я же не помню купили вот такие восковые свечи они вообще обалденно пахнут класс и такие яички свечки яички пасхальные но свечка пахнет просто обалденно прям как заходишь как в церковь и вот такую чашечку себе купила для кофе карпаты вот так и пролетело наше время в этом маленьком уютном городке яремчи и мы сейчас пообедаем согреемся свежим теплым борщом и едем дальше все ближе и ближе к карпатам спасибо большое за просмотр ставьте лайки и до следующих видео обязательно смотрите продолжение пока пока